И начнем выпуск с ответа на вопрос, которым нас атаковали в эти выходные наши телезрители. Откуда запах гари в Норильске? Поясняем, причина та же, что и неделю назад горит тундра, а точнее тлеет торф. По словам спасателей, потушить такой пожар крайне сложно, остается только ждать проливных дождей. И один из таких сегодня очень кстати прошел. Норильчане активно обсуждают запах пожарей в соцсетях. Появились и версии, что это гари якутских пожаров. Однако мы уточнили информацию в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края. Это не так. До нас периодически долетает именно гарь от леющего в тундре торфа. Переходим к теме городского благоустройства. На Михаличенко 6 оно как раз заканчивается. Строят зону отдыха с детской площадкой. Похожие работы проведут и еще в двух дворах. В Толнахе на Рудной 39 и в Кыркане на улице Победы между домами 9 и 15. Тут уже есть и детская площадка, и скалодром, и асфальтированные дорожки. Дело за малым. Постелить безопасное покрытие из резиновой крошки, установить несколько малых архитектурных форм и озеленить территорию. Все это подрядчик обещает сделать до конца сентября. Примерно в эти же сроки должны разработать проект на следующий год. Тогда должны преобразиться двор на Толнахской 48 и сквиры в районе домов 22 и 28 по улице Енисейской. Горожане тоже смогут высказать свое мнение через онлайн-опрос. Мы начинаем заблаговременно. Не как раньше мы это начинали в феврале, пока определяли под реорганизацию. Это уже наступал июнь. Пока мы начинаем нашу стройку, мы приходим к тому, что на дворе 30 сентября. И как бы вроде все готово, но уже ближе к зиме. А хотелось бы, чтобы это было в середине августа, начале сентября. Чтобы люди могли именно увидеть это все в настоящее время, а не в будущем. И новые благоустройства, и планы начать работу пораньше хороши. Но жильцов окрестных домов волнует еще и то окружение, в котором находится площадка. Слева – свая от недостроенного СИЗО. Спереди – заброшенное училище с выбитыми окнами. А справа – асфальт уходит из-под ног. Такое вот соседство с островком благоустройства. А кто-то может еще задать обоснованный вопрос. Сохранят ли сами люди сделанные? Вот так сейчас выглядит детская площадка «Намира-1». Фигуры матрешек появились здесь всего два месяца назад. А уже в эти выходные стали жертвами вандалов. Дощечка к дощечке. Узор вручную. Так создавались эти матрешки во дворе «Мира-1», вспоминают в описании к посту сотрудники жилкомсервиса. Матрешки, символизирующие времена года, появились. Нет, родились. Были созданы сотрудниками управляющей компании. Несколько месяцев они оставались после смены. Прошло ровно два месяца. Площадку открыли 23 июня. Нет слов. Не представляем, как больно будет увидеть, что стало с их девочками тем, кто создавал эту красоту. Не скупились на эмоции в комментариях о вандалах и на рельчане? Нет слов. Для нас делают. Что за народ? Нравится жить в сарае? Потом ноем, что у нас ничего нет. А как быть чему-то, если мы сами все же портим и ломаем? А главное, родители стоят рядом и даже замечания не сделают ребенку своему. Нет слов. А ведь кто-то делал, душу вкладывал. Кошмар. Что в голове творится у таких людей? Сейчас детская площадка номер один выглядит так. Матрешек увезли на склад. Решается вопрос о реставрации фигур. Но, по словам представителей управляющей компании, арт-объекты изготавливались и расписывались вручную. И восстановить их в первоначальном виде вряд ли удастся. Что касается поиска и наказания вредителей, то обращаться в полицию обслуживающая организация не собирается. Матрешки были сделаны силами самих работников из подручных материалов. Поэтому оценить материальный ущерб невозможно. Но если что такое хорошо и что такое плохо, ребенку не смогли объяснить родители, это не значит, что остановить юных вандалов нельзя. Иногда неравнодушие жильцов решает все. Это детская площадка на Нансена-52. Дети нашли вот такое применение резиновому покрытию. Как сообщил автор видео, на место тут же вызвали полицию и стражи порядка заставили юных экстремалов вернуть все на место. Все же детская площадка не место для паркура. Как писал Михаил Булгаков, разруха начинается не в клозетах, а в головах. И наоборот. Реальная борьба за порядок происходит, когда сами люди решают сделать что-то полезное руками. Проект «Живой Север» начался с нескольких энтузиастов, которые решили чистить северные озера от десятилетиями завозимого людьми мусора. Один капитан судна, другие дайверы-экстремалы, третий – туристы. Эта команда быстро обросла единомышленниками, и теперь от каждого их выезда на природу, этой самой природе становится немного лучше. Первая часть дневников проекта «Живой Север» от его участника, моего коллеги Михаила Чернова, прямо сейчас. Таймыр – это уникальное место. Ежегодно сюда стараются попасть сотни туристов. Это путешественники не только из России, но и других стран. Их манит первозданная природа. Ведь стоит совсем недалеко отъехать от Норильска, и открываются потрясающие виды тундры, наших рек и озер. И все в один голос говорят о необходимости защищать эту красоту. Но мало кто начинает с себя, а ведь в тундре находится немало печальных сувениров, оставленных даже не приезжими туристами, а самими отдыхающими норильчанами. Практически 30 километров от Норильска – берег реки Талле. Вы только посмотрите, какая красота! Словами этого не описать. И посреди всего этого, вот здесь, лежит вот такая большая куча мусора. И такого добра здесь по берегам много. Именно для этого мы приехали сегодня с большой командой волонтеров. Этот мусор мы и будем убирать. Участники этого выезда почти 20 человек. Здесь добровольцы, что специально подгадывали выходной или брали отгул на работе. Просто, чтобы сделать нашу природу немного чище. И глядя на весь этот хлам, понимаешь, приехали не зря. А природа словно сама просит о помощи и помогает. Ни мошкани, ни комары в этот раз добровольцев не беспокоили, что совсем не характерно для этих мест. Ну что, собственно, больше всего, конечно, в мусоре различных бутылок и банок от алкогольной продукции. Ну, я не знаю, какую трудность составляет все это собрать в отдельный пакетик и увезти с собой в город. Ну, не трудно же. Кому-то это покажется диким, но помимо хлама от продуктов, вот так, без зазрения совести, некоторые рыбаки и охотники оставляют на берегах догнивать старые советские лодки. Одна из таких и попала в поле зрения волонтеров. Решение, как все это доставить на свалку, пришло мгновенно. В ход пошли электролобзик, болгарка и местами кувалба. На первый взгляд, кажется, это легко, но на самом деле-то нет. Через несколько часов, приложив все усилия, мы смогли победить эту лодку, разобрав ее на несколько отдельных частей. Следующий этап – вывоз в город. Придумать, как эффективно собрать и вывезти мусор, разбросанный по большой территории, не так уж и просто. Местоположение волонтеров постоянно меняется. Сегодня это может быть несколько километров от города, а завтра добрая сотня километров. Места выбирают по принципу наибольшей посещаемости и загрязненности. Была выбрана речь Каталая. По какой причине? Дело в том, что речь Каталая, она очень популярна. Мы назовем ее проходной двор. Ну, то есть, честно. Отсюда люди двигаются на мелко, они двигаются в различные направления. Вот в этом месте очень много милей. Возникает такая история, как сломанные винты. Сломанных винтов мы нашли очень много. То есть, ну, плюс ко всему люди употребляют горчичные напитки, да, то есть, вот стеклянных бутылок из-под водки у нас очень много. Мы уже делаем третью ходку и везем мусор без остановки. То есть, один, два, три, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок мешков. И это все бутылки, банки и винты. Ну что, собственно, это первая партия. Сейчас аэроглисер отправится обратно в сторону реки Талы, где заберет остальных участников сегодняшней экспедиции и мусор с ними. Ну и уже здесь по итогу мусор заберут и увезут на свалку. Сколько килограммов за один день узнаем чуть позже. Результат оказался масштабнее, чем ожидали перед началом. Почти 20 человек за один день сумели собрать свыше полутора тонн мусора. И это только самое начало экопроекта «Живой Север». Придумали его сами норильчане, туристы из разных клубов, речные капитаны, спортсмены-экстремалы. Средства на горючее и оборудование удалось привлечь через фонд президентских грантов. А главное топливо – отклик людей, которые присоединились и продолжают присоединяться к проекту. Волонтеры хотят не только мусор с берегов собрать, но и почистить некоторые водоемы от старых рыболовных сетей. Оперативная зона экспедиции, район озера Собачье, Глубокое и Накамикен. Совсем скоро установят палаточный городок для добровольцев. А пока небольшими командами делают однодневные выезды. Про один из таких, в котором мы работали с командой дайверов, расскажем уже в ближайших выпусках. Михаил Чернов, Артем Смирнов, Екатерина Труфанова. Новости северного города. Норильские байкеры тоже активно проводят время. В минувшую субботу наш город отметил День российского флага. У байкеров из клуба русских мотоциклистов он совпал еще и с большим закрытием мотосезона. Это, конечно, не означает, что железные кони теперь будут томиться в бетонных стойлах до следующего лета. Просто в этом году мы уже вряд ли увидим колонну байкеров в центре города. Маршрут пролегал от железнодорожного вокзала по Ленинскому проспекту и трассе на Толнах до вертолетной площадки. А в это же время в Дудинке североморцы не только ко второму этапу учений готовятся, но и играют в хоккей. До 25 августа на ледовой арене Таймыр будет идти благотворительный турнир Кубок Северных городов. Открыл его в субботу товарищеский матч между командами Северного флота, отряд боевых кораблей и командой Таймыр. Матч между хоккеистами Северного флота и командой Таймыра прошел при бурной поддержке трибун. И поддерживали не только игроков. Ведь организаторы матча вели сбор средств на помощь Дудинцу Ярославу Соловьеву, который перенес инсульт и нуждается в реабилитации. Хоть главная цель игры благотворительная, нокаус страстей на льду это ничуть не снизило. Хоккеисты отряда боевых кораблей яростно атаковали ворота противника, но Таймыр долго держал оборону. Первую шайбу Северный флот забил только за шесть минут до конца первого периода. Противники не уступали друг другу выносливости и упорстве. Тем не менее, встреча закончилась с счетом 3-1 в пользу североморцев. Таков главный результат. Ну а большой репортаж о матче и его участниках смотрите в этот четверг в проекте северного города «Грани спорта».